Всем привет, с вами Денисыч и сегодня мы поговорим на такую тему, как собака прыгает на вас, марает своими лапами вашу одежду, прыгает на знакомых и вообще без разницы хоть на кого. То ли вы будете заходить из дома, то ли выходить. В общем, слушаем, приятного просмотра. А вообще, с чего надо начать? Во-первых, это воспитание. То есть собакой надо заниматься не только дрессировать ее, учить командам, а надо ее правильно воспитать. А чтобы воспитать правильно, надо знать некоторые правила, с которыми вы должны усмириться. Во-первых, в очередь это вы. То, что собака, это в первую очередь собака. Многие щенка воспринимают как ребенка. Ну, либо собаку как ребенка. Но со временем щенок вырастает и становится большим. Допустим, как порода ротвейлер. Щенок там весит килограмм 10. А потом, когда вырастает, собака весит 50-60 килограмм. И естественно, вы ее не возьмете на руки. То есть вы думаете наперед. Что делать? Я к чему веду? Если щенок на вас прыгает лапами, то не разрешайте ни в коем случае. То естественно и потом, когда он вырастет, он будет так же прыгать. У него останутся привычки. Надо от этих привычек сразу избавляться. Если, допустим, вы не хотите, чтобы собака потом прыгала на диван, на кровать, то также не разрешайте сразу прыгать ему на диван, либо на кровать, либо на кресло. Без разницы. Или, допустим, вы потом не хотите, чтобы собака просила у вас еды, когда вы кушаете там на кухне, то не разрешайте собаке заходить на кухню с самого начала. То есть вы только взяли щенка, сразу же не приучайте. Не приучайте к этому. Допустим, к вам приходят гости. Гости заходят, и собака тут же возбуждается, прибегает и начинает прыгать. Это очень частая проблема. То есть мне многие пишут, что делать в этой ситуации. Перед тем, как позвать гостей, либо перед тем, как гости придут, выйдите к ним, предупредите то, что у вас собака и то, что она прыгает. И скажите им, чтобы они не обращали на нее внимания, не гладили, ничего, в общем, вообще не смотрели на нее, как будто ее нет. После этого отведите собаку в сторону, метров так, на 5-4, ну, как позволяет у вас коридор от двери. И не разрешайте собаке бежать к людям, которые пришли к гостям. Возьмите, можно собаку взять на поводок, чтобы, ну, зацепить к ошейнику. Можно взять собаку на поводок-контроллер, чтобы контролировать ее в этой ситуации. И делайте это постоянно до тех пор, пока собака не будет спокойна. Гости заходят, собака спокойно сидит, ждет, когда вы разрешите там понюхать их, пообщаться с людьми. Поэтому, что нужно сделать из этого? Ну, что, вывод сделать? Надо предупредить гостей, надо собаку приучить, чтобы она ждала, либо в другой комнате. Но не закрывайте ей собаку, ни в коем случае, потому что если вы закроете собаку, то она будет скулить, плакать. Надо просто контролировать не тело, а мозг, мозг собаки. А к чем вы можете? Конечно же, поводком. Вот, так что если будут гости заходить, вы их предупредите, чтобы они не обращали там, ой, какая хорошенькая собачка, ой, миленькая, чтобы она не возбуждалась. И собаку возьмите на поводок перед тем, как гости зайдут. И говорите, нет, нельзя, нельзя бежать, возбуждаться. И после того, как собака возбудится, вы ее вознаградите тем, что вы ее отпустите к ним. Все довольно-таки просто. Сейчас покажу вам на примере, как это делается, если гости заходят. Мирана, иди ко мне, моя маленькая. Вот, это неправильно. Все, что человек заходит и сразу начинает собаку возбуждать. Естественно, собака начинает толкать его, всяко возбуждаться, прыгать. Мирана, отученные, чтобы прыгать, она просто начинает возбуждаться, вилять хвостом. Подбежала к человеку. Все потому, что человек обратил на нее внимание. Ну, собака у меня очень умная. Она сразу ложится. Вот так, это неправильно. Сейчас я покажу, как должно быть, как должны вы делать. И перед тем, как, чтобы человек зашел, надо его предупредить, чтобы он вообще не обращал внимания на собаку. Давайте я вам покажу. Вот, человек заходит, получается, к вам. И на него, на собаку не обращают внимания. И собака должна сидеть на месте, пока вы не разрешите подойти к человеку. То есть, вот она смотрит Мирана на Семена, но Семен не обращает внимания. И она не возбуждается из-за этого. То есть, такого вот надо добиться, чтобы собака вот так сидела и ждала. Миран, можно? А, даже ей все равно. На Семена она пошла какие-нибудь делами заниматься. Вот так вот должна собака вести себя, когда приходят гости. Но если же собака у вас прыгает, допустим, вы встречаете человека, какого-нибудь знакомого на улице, гуляете, и собака начинает прыгать на него лапами своими, то предупредите сразу человека, чтобы он так же делал, как делает ему собака. То есть, собака прыгает, касается его, да, своими лапами. Человек должен сделать то же самое. Только он будет использовать не руки, а колено вместо лап. То есть, собака касается и тут же человек касается его коленкой. То есть, такой небольшой рывочек коленкой, но не сильно в грудь собаки. Главное это сделать все аккуратно и четко, чтобы собаке не навредить, и чтобы она поняла, что она что-то не так делает, то, что ей неприятно. То есть, человеку неприятно то, что собака на него прыгает, и ей неприятно то, что человек ее коснулся, а сделал ей неприятно. И таким образом собака отучится от того, что она будет прыгать на людей Это надо будет повторить не с одним человеком, а со многими Допустим, на прогулке договариваетесь, идете к кому-нибудь И предупредите ей сразу человека, что надо сделать вот так вот Покажите ему, как это надо сделать И потом, когда вы будете к нему подходить Если собака будет на него прыгать, то, естественно, он будет делать это движение И собака будет понимать, что я что-то неправильно делаю И со временем собака поймет, что вообще лучше так не делать, потому что это неприятно То есть у нее должно сложиться такое впечатление, что если она прыгает, то это неприятно Прыгает неприятно А то, что она если хорошо рядом стоит, ее хвалит, ее гладит Потому что она молодец Вот это правильная модель поведения Многие все равно будут писать в комментариях, мне вконтакте То, что у меня ничего не получается, вот я сделал так, как ты сказал Но ничего не выходит Но понимаете, это надо делать не один раз Не два, не три, не десять А допустим, вашей собаке понадобится для того, чтобы она поняла Пятьдесят, сто раз Так что проявите терпение Это самое главное в дрессировке и воспитании Потому что если у вас не будет терпения, то и результата никакого не будет Проявите терпение и все у вас получится Главное, уделяйте как можно больше времени своей собаке Если вы этого не будете делать, то у вас, конечно же, ничего не будет получаться Вот вы как думаете, сколько я времени уделял Миране, когда она была щенком Я, представляете, каждые полчаса Каждые полчаса занимался с Мираной На протяжении всего дня и вечера То есть вставал в девять и начинал с ней заниматься Каждые полчаса То есть занимаюсь, даю ей отдыхать Пять минут где-то занимаюсь, она отдыхает Ладно, там, у себя в комнате находится Потом опять полчаса проходит Я опять пять-десять минут с ней занимаюсь Опять она отдыхает То есть и это я делал на протяжении всего дня До года примерно все это делал И поэтому у меня, у собаки есть результат То есть она до сих пор знает все эти команды Я до сих пор повторяю эти команды Чтобы она ничего не забыла, чтобы она все четко делала Четко садилась, четко ложилась, четко вставала И проявите терпение Главное терпение Я каждому пишу Каждому отвечаю А может кому-то не отвечаю Потому что очень много сообщений приходят на однообразные темы То есть вы посмотрите Допустим это видео Если у кого-то есть такая проблема Скиньте ему это видеоролик И он поймет как нужно сделать Потому что нужно проявить терпение Вот так вот сделать Так вот, вот так вот Вот Так что если у вас какие-то есть другие вопросы Пишите в комментариях Я также буду отвечать на них Если вам конечно же этот видеоролик понравился Поставьте большой палец вверх Обязательно Подпишитесь на канал Ладно, с вами был Денисыч Спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok